Исковая давность обеспечивает стабильность гражданского оборота, укрепляя правовую определенность. Ценой этому, однако, является существенное ограничение субъективных прав правообладателя, в нашем случае кредиторов. Для того, чтобы сбалансировать эти интересы, гражданский кродекс предусматривает в ряде случаев возможность приостановить течение исковой давности, либо прервать его. А в исключительных случаях правообладателю дается возможность восстановить срок исковой давности. В случае приостановления исковой давности срок продолжает течь после устранения тех обстоятельств, которые послужили основанием для этого приостановления. В случае же перерыва исковой давности течение срока исковой давности прекращается полностью, и в случае необходимости надо заново исчислять срок исковой давности. Если Ахметов должен Серику 100 000 тенге по договору купли-продажи, то срок исковой давности для права требования Серикова будет составлять 3 года. Представим, что последние 4 месяца течения срока исковой давности пришлись на период форс-мажорных обстоятельств. В этом случае исковая давность будет приостановлена на 4 месяца и продолжит свое течение после окончания форс-мажора. В случае же, если Сериков подаст на Ахметова в суд, то исковая давность прервется окончательно, и в случае необходимости можно будет начать исчисление заново. Перед тем, как перейти к рассмотрению приостановления и перерыва срока исковой давности, необходимо установить, что перемена лиц в обязательстве никоим образом не влияет на срок исковой давности. Это установлено в статье 181 Гражданского кодекса. Подобный подход полностью соответствует концепции гражданского права о изменении лиц в обязательстве, которое гласит, что изменение лиц в обязательстве в принципе не влияет на сущность и сроки в обязательственных правоотношениях. Начнем рассмотрение приостановления течения срока исковой давности. Основная норма, регулирующая приостановление течения срока исковой давности, это статья 182 Гражданского кодекса. Пункт 1 этой статьи предусматривает основание приостановления течения срока исковой давности. Важно отметить, что данный список оснований не является исчерпывающим, так как пункт 3 статьи 178 прямо указывает на то, что правила статей 177 и со 179 по 186 настоящего кодекса распространяются также на специальные сроки исковой давности, если законодательными актами не установлено иное. То есть иные основания приостановления могут предусматриваться законодательными актами. Так, примером еще одного основания приостановления срока исковой давности является пункт 2 статьи 184 Гражданского кодекса. В рамках этой нормы предусматривается приостановление течения срока исковой давности, если иск предъявлен в рамках уголовного дела и оставлен без рассмотрения до вынесения приговора по уголовному делу. Рассматривая основания приостановления течения срока исковой давности, предусмотренные Гражданским кодексом, можно выделить две основные группы этих оснований. Во-первых, это события, которые лежат вне сферы правообладателя. И во-вторых, это действия правообладателя, которые направлены на разрешение спора в рамках законодательно определенных процедур. Так, к первой группе относятся все случаи, перечисленные в номерах с 1 по 5 пункта 1 статьи 182. Важным в данном списке является указание на непреодолимую силу. В целом, необходимо отметить, что многие иностранные правопорядки ограничиваются лишь общим указанием на обстоятельства, которые делают невозможным предъявление иска. Вторая группа представлена в пункте 1 статьи 182 всего лишь одним случаем. Обращением гражданина о назначении или осуществлении пенсионных выплат приостанавливает течение исковой давности по искам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. То есть в этом случае правообладатель активно пытается разрешить спор, и законодатель, приостанавливая течение исковой давности, создает стимул для внесудебного разрешения спора. Примечательно, что Гражданский кодекс Казахстана не предусматривает начало медиационных процедур в качестве основания приостановления течения срока исковой давности. Хотя другие правопорядки, которые пытаются продвигать медиационные процедуры, как, например, законодательство Азербайджана, либо Российской Федерации, предусматривают начало медиации как основание для приостановления течения срока исковой давности. В рамках реформ 2011 года, когда медиационные процедуры были внесены в законодательство Республики Казахстан, было предусмотрено, что достижение договора о медиации является основанием для перерыва течения срока исковой давности. Мы вернемся к этому нюансу позже в этом видео. Итак, приостановление течения срока исковой давности служит для защиты интересов правообладателя, который не мог защитить свои права вследствие независящих от него обстоятельств, либо он пытался разрешить спор в рамках процедур, которые предусмотрены законодательством. Однако можно представить случаи, в которых независящие от воли правообладателя обстоятельства, либо процедуры по разрешению спора имели место быть в самом начале срока исковой давности. В этих случаях не будет целесообразным представлять соответствующую защиту правообладателя, так как у него было достаточно времени, чтобы защитить свои права и обратиться с соответствующим иском в суд. Именно поэтому пункты 2 и 3 статьи 182 Гражданского кодекса ограничивают приостановление течения срока исковой давности во времени. Течение срока давности приостанавливается только в том случае, если обстоятельства, предусмотренные в пункте 1 статьи 182, например, форс-мажор, возникли и продолжают существовать в последние 6 месяцев срока давности. То есть если эти обстоятельства возникли раньше, чем 6 месяцев до окончания срока давности, они никак не влияют на течение срока давности. Однако пункт 3 статьи 182 предусматривает, что срок исковой давности после приостановления не может быть меньше 6 месяцев. Недостающий срок будет компенсироваться дополнительно. Исключение составляют лишь те случаи, в которых срок исковой давности сам по себе составлял менее 2 месяцев. Например, если срок исковой давности составлял 2 месяца, то после приостановления этого срока на 1 месяц новый срок будет составлять опять 2 месяца, а не 6. А сейчас давайте перейдем к рассмотрению перерыва течения срока исковой давности. Мы уже говорили о том, что в отличие от приостановления течения срока исковой давности, перерыв полностью прекращает течение срока исковой давности. То есть после того, как произошел перерыв, срок давности не может продолжить свое течение. В определенных законом случаях, в соответствии с пунктом 2 статьи 183, исчисление этого срока может быть начато заново. Основания перерыва течения срока исковой давности перечислены в пункте 1 статьи 183 Гражданского кодекса. Ими являются предъявление иска в установленном порядке, заключение договора о медиации и действия должника, свидетельствующие о признании долга или иной обязанности. Давайте рассмотрим эти основания по отдельности. Предъявление иска в установленном порядке – это наиболее распространенное основание перерыва течения срока исковой давности. Предъявив иск, правообладатель делает, по сути, все возможное, чтобы защитить свое право. Необходимо отметить, что под предъявлением соответствующего иска понимается не только предъявление иска в суд, но и в третейский арбитраж, если между сторонами было достигнуто соответствующее соглашение о подведомственном делу третейским арбитражам. Течение исковой давности, однако, не прерывается, если суд оставляет иск без рассмотрения. Об этом нам говорит пункт 1 статьи 184. Исключение сделано лишь для тех случаев, если иск подан в рамках уголовного дела и иск оставлен без рассмотрения до вынесения окончательного приговора по уголовному делу. Однако и в этих случаях иск, оставленный без рассмотрения, не является поводом для прерывания исковой давности. В этом случае исковая давность всего лишь приостанавливается, до вынесения приговора в уголовном деле. Важно отметить, что казахстанские суды не рассматривают предъявление претензии в качестве основания для перерыва срока исковой давности. Даже в тех случаях, если предъявление претензии обязательно предусмотрено законодательством. Таким образом, фактический срок исковой давности сокращается, с точки зрения обязательных процедур, на один месяц. Интересно, что российские суды с практической точки зрения подходят иначе. Они рассматривают период, который необходим для предъявления обязательной претензии, в качестве основания для приостановления течения срока исковой давности. Заключение договора медиации как основания перерыва течения срока исковой давности было введено в Гражданский кодекс Казахстана относительно недавно, в 2011 году. Основной целью этой новеллы было стимулировать участников гражданского оборота участвовать в процессе медиации. Правообладатели не должны бояться пропустить срок исковой давности вследствие участия в медиационных процедурах. Однако подход казахстанского законодателя достаточно нетипичен. Пункт 1 ст. 183 предусматривает, что заключение медиационного соглашения является основанием для перерыва течения срока исковой давности. Другие правопорядки, как правило, рассматривают начало медиационных процедур как основание для приостановления течения исковой давности. То есть стороны медиационных процедур в Азербайджане либо в Российской Федерации могут быть уверены в том, что срок исковой давности по их правам требований приостановлен. При этом необходимо особо подчеркнуть, что аналоги пунктов 2 и 3 ст. 182 Гражданского кодекса Казахстана не будут применимы к этому приостановлению течения срока исковой давности. То есть срок исковой давности будет продлен на весь срок медиации, вне зависимости от того, были ли медиационные процедуры проведены за 6 месяцев или ранее до окончания срока исковой давности. В Казахстане же заключение договора о медиации автоматически ведет к обнулению течения сроков исковой давности. То есть эти сроки будут исчисляться заново. Это означает существенное удлинение сроков правовой неопределенности и может стать серьезным стимулом для должника отказаться от проведения медиационных процедур. И, наконец, последним основанием перерыва течения срока исковой давности в соответствии с пунктом 1 ст. 183 являются действия должника, свидетельствующие о его признании долга или иной обязанности. Цель этой нормы очевидна. Если должник признал свой долг, то у исца нет оснований обращаться в суд. И, соответственно, было бы недопустимым, чтобы должник впоследствии, защищая свои права, мог бы сослаться на пропуск исковой давности кредиторам. Проблематичным в контексте данной нормы является вопрос о том, что понимать под термином «действия лица, свидетельствующие о признании долга или иной обязанности». Представляется, что данный термин должен быть истолкован ограничительно. Только однозначно толкуемые как признание долга или иной обязанности действия должны действительно вести к прерыванию течения срока исковой давности. При этом бремя доказывания признания долга будет лежать на правообладателе, то есть исце. Ведь именно он таким образом хочет доказать перерыв течения срока исковой давности. И, наконец, если правообладатель пропустил срок исковой давности, то он может попытаться восстановить этот срок в значении пункта 1 ст. 185 Гражданского кодекса. Основное отличие восстановления от приостановления течения срока исковой давности заключается в том, что восстановление срока всегда происходит постфактум. То есть срок уже пропущен и предполагает наличие личного уважительного обстоятельства правообладателя. Болезнь, беспомощное состояние. Тогда как приостановление происходит по объективным причинам. Служба в армии, форс-мажорные обстоятельства. Точно так же, как и в случае приостановления, учитываются только уважительные причины, которые возникли в последние 6 месяцев перед истечением срока. Однако в случае восстановления срока исковой давности он не продлевается на какой-либо промежуток времени, а всего лишь констатируется его восстановление, так как восстановление происходит в рамках судебного разбирательства. Подведем итог. Срок исковой давности ограничивает возможности правообладателя по защите своих субъективных прав и тем самым усиливает правовую определенность и стабильность гражданского оборота. Однако в определенных случаях может возникнуть существенный дисбаланс интересов. И именно для предотвращения этого дисбаланса Гражданский кодекс предусматривает институты приостановление течения срока исковой давности, перерыва срока исковой давности и восстановление срока исковой давности. Приостановление срока исковой давности происходит по объективным причинам, в результате которых правообладатель не может защитить свои права, либо же правообладатель вступил в определенные процедуры по разрешению спора, которые предусмотрены законом. Как эти обстоятельства, так и процедуры должны иметь место в последние 6 месяцев до истечения срока. После того, как приостановление срока подошло к концу, срок продолжает свое течение. Перерыв срока исковой давности говорит об его обнулении. Это происходит в тех случаях, когда правообладатель сделал все возможное для защиты своего права. В исключительных случаях этот срок может быть перезапущен. И, наконец, если правообладатель не мог защитить свои права по личным обстоятельствам, то он может обратиться в суд и в судебном порядке восстановить срок исковой давности. Продолжение следует...